Здравствуйте, друзья! Доброе время суток всем! Сегодня буду делать из сосны маленький деревянный самовар. Получился не с первого раза, что только я начинающий. Не учел немножко длину сверла Фостера и в итоге при сверлении просверлил практически насквозь. В общем, оно у меня сбоку вылезло, пришлось все переделывать по новой. Ну и опять же сосна, она не сильно уж прям супер дерево для печения. Ну, по крайней мере, то, что у меня есть, оно то ли пересушенное, то ли то, что целым комелем сильно раскалывается. Уже пробовал разными стамесками. То есть, оказывается, это не влияет на острое, она не острая, не определенная. Как бы сосна для точения, с моей точки зрения, ну, не самый лучший вариант. Допустим, дуб или даже ясень гораздо приятнее точится, меньше сколов. Ну, плотнее дерево, наверное, из-за этого. Хотя, в принципе, уговоруки с нужного места растут, они из чего угодно сделают. Это вот для начинающих, по крайней мере. тренироваться, конечно, можно на сосне. Но результат получается легче, быстрее, быстрее. Лучший результат получается при загородном дереве. Ну вот, сейчас сверлить ее и, в итоге, перестараюсь. Гиометр хостера вылезет ближе к основанию. обааааа, вот и вот я. Так, этому выкидываем под основание самовара, ступеньки. вот сама чашечка вроде тонкостенная получилось первого сразу сметит и я не накосячил уже все учу шлифую щеткой металлической где занимаются кузовными работами она тоже также делится на зернистость чем крупнее цифра тем мельче плюсы и это при наждачке то что если на токарке что-то тортишь сквозь ее высыпается сразу вот прям сквозь эту сетку и лезет краник я сделал из обрезка дерева американский орех сначала через лерку пропустил ее скруглил зашлифовал и потом в итоге сделал прямым углом хотел сделать по 22 градуса вот эти по 45 ну и ручки для самовара тоже сделал из ореха из щитки что оставались все весь хлам пошел просверлил сверлом надо на трое это троечкой использовал за место шкантов шпажки бамбуковые сантиметров на на по 25-30 удобно откусывается очень плотно и хорошо заклеиваются и обсе и стабильного диаметра все вот внутри его покрыл масло воском пропитал дерево запах такой приятный сосновый также экран на шканты из шпажек сделал сам чайничек сверху сделал из бусинок что мне оставались прошлого раза когда точили для подвесов зеленых вот эти все бусики еще излишки пригодились а весь его сам покрыл не знаю как эта штука называется но я знаю что применяется для плинтусов пластиковых пока там они есть в серебре есть она золотая есть под глину керамику и гипс что такое все в одинаковых баночках но разное название засыхает очень быстро ничем не пахнет ну это какой-то какой-то лак но какой-то не вонючий и в нем вот крупинки таких серебристые золотистые серебристые не знаю я вот покрывал серебристым светильник когда делал бутылку синяя мне она понравилась но она не сильно укрывная особенно по сосне где вот много смолы она не очень укрывается вот ну вот то что получилось не судите строго кому нравится подписывайтесь если есть какие то вопросы задавайте все что знаю все отвечу удачи всем до свидания спасибо за просмотр и и и и но Продолжение следует...